В этом году День Победы в Челябинске праздновали масштабные. Пусть 74-я годовщина не круглая дата, зато главный концерт прошел без преувеличения на московском уровне. Лещенко, Ваенга, Мерзликин – все они этот день благодаря русской медной кампании провели вместе с южноуральцами. Почему выбор пал именно на этих артистов? Все их творчество пропитано патриотизмом и они очень тесно, мне кажется, ассоциируются именно с празднованием 9 мая. В новинку не только такие яркие артисты, место проведения тоже пришлось изменить. Чтобы не мешать торжественному построению на площади революции, концерт перенесли к торговому центру на набережной реки Миас. Площадку посетил и в Рио губернатор Алексей Текслер, который пожелал жителям и гостям Челябинска мирного неба. Здесь, с этой сцены, сегодня звучат песни военных лет, песни о войне. Но эти все песни о жизни, о любви, о вере. С этими чувствами шли в бой наши деды. 9 мая для Елены Ваенги праздник семейный. Чувства патриотизма, а также мысли о том, что это заслуга народная, прослеживались в каждом выступлении певицы. Я такая же, как миллион людей, миллион миллионов, у которых воевали дедушки и бабушки. Про бабушки и прадедушки. А прадедушка был танкист. Лев Ленченко уже полсотни лет ассоциирует суворсиян с одной главной песней. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Я не тиражирую эту песню и пою ее только два-три праздничных дня, чтобы не задирать это. Но всегда, каждый раз испытываю огромные волнения. Я вновь и вновь переживаю состояние, настроение. Особенно, когда видишь перед собой лица ветеранов. Несмотря на дождь, небольшой ветер и похолодание, челябинцы не расходились с площади в ожидании кульминации – салюта победы. В следующем году наша страна отпразднует 75-летие победы. Организаторы уже начали подготовку к знаменательной дате. Инна Левошина, Галина Федорченко, Анна Кучина, Алексей Фединков. СТС «Челябинск».